С тех пор, как в историческом центре Казани на бывшей первой горке, ныне Тельмана 29, появился дом музея живого классика столетия Софии Губайдулиной, в городе стали все более и более открывать и ее музыку, и тех авторов, которых смело можно назвать единомышленниками. Музыка с раннего детства объединилась в ее сознании с божественным началом. Именно тема духовного очищения и сострадания проходит через все музыкальное наследие композитора. С момента открытия Центра современной музыки Софии Губайдулиной началось и музыкальное путешествие, а также встречи с редкими авторами. Цикл концертов «Звуковые пространства» Софии Губайдулиной, завершившийся на днях, представил впервые в Казани сочинения композиторов разных эпох и стилей, посвященных теме распятия и воскресения Иисуса Христа, в том числе сочинения Йозефа Гайдена. «Семь слов Христа» – так называется наш концерт, и слова эти взяты не случайно. Почти все эти композиторы обращались к этим словам, к последним словам Спасителя. И для каждого композитора эти слова являются сакральными. Божественная тема на концерте представлена творениями немецкого автора Генриха Щютца, Альфреда Шнитке, самой Губайдулиной, которая прозвучала своим сочинением на кресте, в исполнении ректора консерватории Рубина Абдулина, а также велончелиста с мировым именем Владимиром Танха, произведение «Ингрочи». Если меня хоть как-то интересует история музыки вообще мировой, то эта тема меня не может не интересовать, потому что огромное количество сочинений написано в связи с евангельскими сюжетами. Вот мое отношение. И в дальнейшем Камерный оркестр «Новая музыка» под руководством Анны Гулишамбаровой будет накапливать банк музыкальных данных и творческое портфолио сочинений, редко исполняемых в Казани. Здесь нет ничего случайного. Все чаще композиторы и музыканты обращаются к духовным темам. Сегодня спасительная сила музыки очевидна и не требует дополнительных разъяснений. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, телеканал «Эфир». И Чпигель также.